Может быть, еще возьму, пока они не убежали. Ой, что прикольное, новинки вообще. Опа-опа, опачки. Аккуратно, чтобы не засрать мою кровать. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй. У меня новая стрижка, фикс-прайс, новая стрижка. В общем, легко и классно. Я еще не укладывалась после того, как меня подстригли, и его уложил мастер, так что это вот вы уже, наверное, видели. Короче, у нас обзорчик фикс-прайс, что я приобрела. Есть новинки, есть не новинки. С чего начнем, с чего начнем, с чего хотите начать? Давайте вот, я не знаю, что первое в руку мне попадается. У меня целых два пакета, вот, они, чтобы вы понимали. И здесь и сладкое, и не сладкое, в общем-то. Начнем. Начнем мы с того, что я нашла вот такую вот классненькую футболочку. Честно говоря, я не люблю ребенка одевать футболку, галстучит, потом жилетка. Я сама все это не очень люблю, но как смотрится, оно мне нравится, стильненько. Я подумала, что вот у Денечки скоро день рождения, и когда увидела эту футболку, мне показалось, что в ней будет прикольно, если он будет на дне рождения. Ну, как-то праздничная она выглядит, поинтереснее, чем просто белая рубашка, да. Ну и плюс ребенок, ему удобнее, я думаю, в футболке какой-то трикотажной бегать, чем в рубашке. Я тоже не люблю в доме сковывать движение. Будем отмечать, скорее всего, дома. Приглашу опять же гостей, закажу суши, пиццу, может быть, что-то такое. И повеселяться. Надеюсь, подготовлю свою вторую комнату, чтобы там детки резвились. В общем, мне понравилось. Галстучек это принт здесь, да, а вот эта жилеточка, она как бы вот прям сделана, видите, жилеточкой. Вот так вот. Прикольненько, 199 рублей, там есть разные расцветочки именно этой жилетки. Мне кажется, с розовой вот этой вот полосочкой прям как-то миленько, миленько, миленько. И все, шортики одену, и будет вот такой нарядный мальчик у меня. Очень мне понравилась эта футболка, есть еще в наличии. Дальше, дальше, дальше. Трубочки на день рождения. Я решила, что я их буду прятать, потому что у меня было неимоверное количество трубочек, с которыми Дэнни игрался. И он просто везде их разбрасывал. Они уже настолько были грязные, что я уже просто их выбросила, потому что мы их использовать по назначению не будем. Они там, как у меня была Таня, и такая говорит, ой, надо трубочку? Коктейльчики пили с ней. А я говорю, у меня нет трубочек. Она, как это у тебя нет трубочек? Я, в общем, решила взять, чтобы они были действительно. 77 рублей стоят. В общем, есть. Дальше, пластилинчик взяла вот такой классический. Ну, это для развивачек. Мы сейчас ходим с Дэнкой на развивашки разные. И, соответственно, дома тоже. Пластилин, знаете, он любит его смешивать все вместе. Рано или поздно все эти цвета будут вместе. Поэтому периодически я выкидываю пластилин и беру новенький, свеженький, и мы будем с ним лепить. Мы как бы любим это дело. И он любит очень лепить. Ну, и моторика, и все дела. Цены, кстати, я напишу все здесь, которые не озвучиваю, потому что забываю. Так, дальше. Ну, блин, беру, что попало первое, да? Дальше я нашла... Так, Мила, ни в коем случае не хватай мои чеки. Они мне нужны потом. Как я девочкам цены буду говорить? Нашла снова вот эти вот штучки. Мне многие присылают там на Wildberries. На Wildberries там такие регулируются немного высота здесь, да? Но, как бы, здесь тоже немножечко регулируются. И там белые еще. Но я не стала брать белые. У меня большинство вот таких. Я просто нашла цвет, который мне нужен. Мой пудровый, да? Голубенькие подарю маме, там, еще кому-нибудь. А вот эти вот розовенькие по меня. Они всего по 50 рублей. Вот. В общем, у меня все в одном стиле. Такой пудровый-розовый, ненавязчивый. Нормально. Мне для обуви очень нравится. Сейчас обратила внимание на то, что, несмотря на то, что я еще 7 штук купила, я их сейчас все сюда вставила, все равно мне нужно еще заменить мои голубые. То есть я еще должна купить розовых. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Шесть. Шесть розовых я должна купить для того, чтобы шесть голубых убрать. Что еще я взяла? Взяла контейнер. Контейнер вот такой. У нас есть один контейнер, 77 рублей стоит. Есть один такой контейнер. По-моему, мы тоже выбрали в фикс-прайсе. Я каждый раз, когда его беру, думаю, вот какой он классный. Именно за то, что он вот так вот хорошо, плотненько закрывается. Но только тот большой. Этот чуть-чуть поменьше, поглубже. В общем, нравится. Вот такие в фикс-прайсе есть контейнеры. Классные. Так, четверочка. Нам будет четыре года. Четыре хэппи-безды. Но я сделаю четверочку и еще сделаю много свечей. Он любит задувать. Так что будут. Так, здесь у нас идет сладкое. Это мы в конце попробуем. Открываем второй. Первое, что мне бросается в глаза, это снова вот эти контейнеры. На самом деле, когда у меня появилась новая кухня, я поняла, что мне не хватает еще контейнеров. Мне хочется еще раз фасовать что-то. И они реально очень удобные, потому что они мягкие. Они становятся друг в друга. Они очень гармоничные, классно смотрятся. И вообще, я ждала, когда они снова появятся. Вот они появились. И я взяла пудровые розовенькие. 149 рублей. Одна большая, две маленькие. И взяла черную тоже. Нравятся они мне. Сейчас раз фасую. Может быть, еще возьму, пока они не убежали. А то я их так что-то быстро разбираю. Вот как у меня стоит. Здесь все упорядочено. Вот, еще у меня в больших стоит кофе. Вот там кофе. Здесь кофе. Ну и, соответственно, еще очень много всего, что можно было бы расфасовать. Племяшка попросила у меня вот такой вот классный ободочек. Это из новинок. 99 рублей. Вот такой. Она сама выбрала. Мы с Денькой пока ходили по магазинам. Я говорю, выбирай, что хочешь. В общем, вот. Такие ушки здесь со всякими цветяшками. Вот. В общем, ей понравилось. Она выбрала такой цвет. Я ее взяла. Еще она взяла куколку. Но она вчера ее забрала. Куколку эту. Я уже вам показывала как-то. Куколка в кругляшочке. Ей очень нравится. Ой, что прикольное. Новинки вообще. Это безумно крутые свечи. Мне кажется, они очень круто смотрятся. И потом вот эти баночки остаются. Я взяла три штуки. Не взяла только четвертую, уже с мин. Короче, смотрите. Вот так они выглядят. Мы их достаем. Здесь крышечка сверху. Вот так. Вот мы достаем эту свечку. Вот. И она выглядит очень круто. Очень-очень гламурно, мне кажется. Ну, то есть, в любой интерьер. Вот это вот мне нравится. Напоминает что-то, знаете, есть какая-то дорогая марка. И у них вот свечи вот так оформлены. Вот такая наклеечка беленькая. Даже вот, по-моему, вообще содрано полностью. Может, это и есть вот какая-то фирма. В общем, здесь Japanese Cherry Blossom. Пахнет чем-то сладеньким. Короче, хоть с крышкой, хоть без крышки. И вот эти вот потом остаются штучки вообще классные. Тоже что-то в них можно хранить. Они реально, ну, красиво смотрятся, мне кажется. Ну, на мой взгляд. Это еще я взяла аромат. Paneple and Pomegranate. Памегранат? Памела, наверное. Памегранат. И здесь запах немного такой свеженький. Классный. Ну, все оно вот так в одном стиле. Выглядит и с безумно классным ароматом. Да? Ой, а здесь у нас еще что-то. Блин, ну, они все классные. И Jasmine Sweet Pie. И Jasmine был классный. Просто, ну, запах Jasmine как-то, не знаю. Ну, Jasmine и Jasmine. Ну, можно было бы взять. Короче, мне надо было три, я взяла три всего. Они классные. По 199 рублей, естественно. Дальше что я взяла? Это вот такие развлекалочки. Ну, соответственно, я увидела, и со мной была моя племяшка. И я взяла две. Одна розовенькая, одна зелененькая. Одна Деньки, одна Настеньки. 99 рублей. В общем, ее крутишь, развивает зрительно-моторную координацию у детей. Разные формы в серии. В серии разные формы. А, разные формы. У Деньки, получается, овальчики такие, а у Насти лепесточки. Ты будешь пробовать? Ну, давай. Что-то развивает. Вот, смотри. Опа-опа. Вот такие. Тебе нравится? А что это за кругляшок? Его куда вообще? Здесь о нем не сказано ничего. Просто стоять, может быть, он должен? Ух ты! Она кругленькая становится. Что это? Ну-ка на. Давай сам. Руками так. Вот сильнее. Вот, вот. Давай еще сам. А можно ставить вот так, смотри. Опа. И вот она красиво так стоит. Можно пальчиками играть. Ну все, иди играй. Какая штука, да? Ну все, вот это племяншки я отдам. Ну что она делает? Прокрути ручку игрушки в ладонях по часовой стрелке. И вертушка примет форму спирали. А, ну дай-ка. Дай, дай-ка я покажу. Смотри. Ну подожди, кисть, смотри. По часовой стрелке. С формой спирали, правда, да? А против часовой стрелки? Чтобы игрушка приняла объемную форму. Смотри, против часовой стрелки. Против часовой стрелки объемная. Ну что-то она объемная не становится сильно. Ну, так, немножечко, да? Ну сейчас, подожди, что еще? В серии разной формы развивает зрительно-моторную координацию детей. Ладно, все, беги. Так, все, что у нас здесь? Сладости пошли. Ой, сладости. Так, я взяла сладкое колдунье. Кто помнит, мы пробовали эти печеньки. Кстати, мне кажется, они были побольше, эти какие-то поменьше. Они реально очень вкусные. И вот эта вот сливочная штука, которая сзади, она похожа на сливочное масло. И такое ощущение, что ты уже ешь печеньки со сливочным маслом. По-моему, они хранились в холодильнике или возле холодильника? Не, не в холодильнике. Но я их кладу в холодильник, и тогда прям вообще печенька с маслом супер-супер. Так, давно я не брала свои любимые печеньки маленькие. Их, честно говоря, взял Дэнни. Он увидел их и говорит, печеньки. Я говорю, ну ладно, давно не ели, возьмем. На, держи, прибежала. Беги. И из новиночек, из новиночек, это вот такие вот, я не пробовала, обаяшки называются. Слушайте, вы заметили, что столько названий всяких классных? И обаяшки, а вот эти, помните, мои любимые? Мяфли называли, да? Обаяшки печенье сахарное. Мне понравилось, что оно посыпано сахаром. Мне понравилось, что они очень загоревшие. И еще, с другой стороны, шоколад. Хочу попробовать. Открываем. Аккуратно, чтобы не засрать мою кровать. Вот они какие красивые. Я как раз голодная. Мил, ты печеньки такие не кушаешь. Ну, неплохо, они свежие, очень хрустящие. Сахарочек, шоколадочек. И я вообще загорелые вот такие люблю. И смотрите, вот такая вафля у нас. Мне кажется, это тоже новинка. Сейчас попробуем шоколадные вафли. Милка нюхает эти печеньки и закапывает их. Интересно, это значит, что ей не нравится? Или ей напоминает это что-то плохое, что нужно закапать? Закопать! Закапать! Здесь у нас вот такие вот вафли. Открываем, достаем и пробуем. Вафли со вкусом шоколада. Прошу заметить, не с шоколадом, а со вкусом шоколада. Честно, просто обычные свежие вафли. Никакого особенного вкуса я не чувствую. Какого-то особенного шоколада я не чувствую. Просто вафли. Ну вот и все. Запить не взяла. Все, мои хорошие. Я с вами прощаюсь. Вот такой был коротенький видеообзор. Очень много всяких новинок было в магазине, но не все я взяла, потому что не все мне нужно. Если вам интересно, проходите на мой второй канал, и там был обзор с полочек. Там очень много новинок, которые я показываю, но которые я не взяла себе. Я беру себе только то, что реально нужно, реально круто, и мне пригодится. Все, я вас люблю, целую. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересного. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok